Факунду Арана и Хианелла Нейра Норберто Диас, Хуан Карлос Дуаль, Сесилия Мореско, Марио Аларкон, Даниэль Миглеоранса, Рауль Лавье и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Человек, которого вы арестовали, Фабио Сиренио, а не Ренцо Чаморро. Ренцо Чаморро и Фабио Сиренио один и тот же человек. И все это организовано сеньором Альдо Сиренио, чтобы вызволить Ренцо Чаморро. Послушайте, я судья и ни под каким видом не допущу, чтобы на меня оказывали давление. Я вас прошу, комиссар, говорить более взвешенно. Или вы немедленно освободите сеньора Фабио Сиренио, или будете сами судимы за неподобающее поведение. Вы в очень щекотливом положении, комиссар. Или вы забыли, что вас уже увольняли за пособничество беглому заключенному. Ведите себя осторожно. Все было разыграно комиссаром Рокко, чтобы заполучить мой кабинет. А беглец здесь, в этом комиссариате. Мне нужно время. Два дня. И я добуду доказательства, подтверждающие мои слова. Доказательства, да. О каких доказательствах может идти речь, если у вас даже отпечатков пальцев нет? Сеньор Ренцача Морро сжег кожу на пальцы, а вину свалил на Сарлингу. Суд уже принял решение по этому поводу. Или вы не знаете, что мы располагаем результатом анализа на ДНК, который безоговорочно подтверждает личность человека, несправедливо удерживаемого в вашем комиссариате. Вы немедленно освободите сеньора Фабио Сиренево. Или я обвиню вас в неподчинении решению суда. Комиссар, неужели вы снова станете рисковать своей карьерой? Дайте мне руку. Если вы позволите, я скажу вам то, что сказала бы сыну, если бы у меня был шанс сделать то, что я не успела. Франко, ты необыкновенный человек, чудесный отец. Ты безумно любил свою жену Викторию. Ты был мирным человеком. Тебе нравился сад. И ты не любил бывать на предприятии. В офисе тебе было душно. Поэтому ты все отдал в руки Альдо. Франко, ты был мне утешением, когда умер мой муж Октавио. Если бы не ты, я бы не оправилась. Это вам было плохо? У меня началась депрессия. Я неделями не вставала с постели, от армии для кавы. А мой милый Франко, чтобы поднять мне настроение, каждый день приносил букетик Жасмина. Так же, как вы, Огонек. Но ему я обязана и своей слепотой. Как это случилось? Я страшно страдала. Я не смогла этого вынести. Что же произошло? Я потеряла зрение, когда Франко умер. Я выходила с кладбища. Мы только его похоронили. И вдруг мой взгляд затуманился. Из глаз стал уходить свет, как будто его забрал с собой Франко. Мне так жаль. Почему? Вы к этому не имеете отношения? Нет, конечно, нет. Но это грустная история. Хуже всего то, что ни один врач не может этого объяснить. Я так любила живопись, природу, утреннее солнце. И вдруг мои глаза отказались видеть. И с тех пор в моей душе царит бесконечная ночь. это было хорошим предлогом для Альдо, чтобы запереть меня в золотой клетке. В приюте? Я прожила там более 20 лет. Надо признать, что отчасти сама в этом виновата. я могла найти возможность выйти оттуда, но у меня не было сил противостоять Альдо. Все это скоро кончится. Я чувствую. О чем вы говорите? Скоро правда выйдет наружу. У меня нет глаз, чтобы видеть, но зато есть слух, чтобы услышать, как будут рыдать подлецы. Так будет. Вы даже не спросите, как у меня дела? Я познакомила вас со своей матерью, сеньор. Я надеялась, что ваша неприязнь со временем прошла. Морено, где Томас? Я уже несколько месяцев о нем ничего не знаю. Я летел 15 часов, чтобы увидеть его. У меня предчувствие, что ему очень плохо. Где он? Плохо. Ваш сын обошелся со мной. О чем он похитил моего ребенка?